друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей ну что как говорится да впереди выходные впереди собственно свобода попугаем друзья мои да свобода ну у кого-то конечно будут рабочие дни да а у кого-то будут выходные это собственно прекрасно особенно если хорошая погода хотя какая разница какая погода да у природы нет плохой погоды каждая погода благодать ну плюс если есть хорошее настроение то никакая погода Это, как говорится, не испортит вам вашего прекрасного настроения. Ну что, мои хорошие, а мы с вами приступаем к обсуждению шикарных комментариев на канале нашей Уралочки, друзья мои. Знаете, мне понравился комментарий один. Сейчас я вам его зачитаю, потом зачитаю комментарий хомячки-уралки. Ну, собственно, да, хомяки они такие, мы что-то от них еще хотим. Пишет, значит, зрительница. Если тебе в радость пожрать, то не надо давить на жалость и просить денег на лечение. И тут же комментарий некой Эли Тагировой, друзья мои. А когда вы слышали, чтобы Ольга у кого-то что-то просила? Во чем вообще два знака вопроса, Тагирова? Ты глухая или слепая, или у тебя провалы в памяти, в памяти, или тоже амнезия, деменция, да, я не знаю, что там у тебя. Или ты стала, так скажем, хомяком этого семейства только пару недель тому назад? Но если пару недель тому назад, то мы тебе объясним, причем здесь, как говорится, все на свете. Правильно человек написал. Если ты любишь пожрать, да, то не надо было год назад действительно просить и давить на жалость и просить деньги на лечение. Кстати, сегодня точно такой же комментарий, но наподобие такого же комментария увидела на своем канале о том, что вот, тоже типа они скоро будут как поберуха, выставят карты и так далее. Начнем с того, что они карты выставляли уже давным-давно. Это я про Уралку и про Сарафана. У них карта закрепленная была выставлена на протяжении нескольких месяцев, была закреплена в комментариях. А ровно год тому назад Уралочка под эту лавочку, пожалейте меня, бедную несчастную, я обещаю вам худеть, они с Сарафаном просили, у них, ну, не было денег, понимаете, даже трех-пяти тысяч рублей. У них не было, друзья мои, для того, чтобы, да, купить Уралки, лекарства и бинты. Правда, потом, через несколько месяцев они приобрели, друзья мои, машину, да, об этом, собственно, мы-то все знаем. Но я так понимаю, что хомяки-уралки кто-то не знает, а кто-то, знаете, закрывает на это глаза, да. Ну, а вообще я считаю, что, в принципе, 3-5 или 10 или 20 тысяч рублей – это сумма небольшая, особенно учитывая, что ты сама, как ты говоришь, я работаю, я всегда могу заработать на кусок хлеба, я швея мотористка и так далее, да. Плюсом, когда у тебя сидит здоровенный мужик, здоровенный не в плане того, что он здоров, да, сам по себе, большой, нет, он как раз-таки небольшой. Я к тому, что ему 35 лет шел бы работать, уж заработать для мужчины. Деньги, да, не составляют никакого труда. Да, здесь речь шла не о миллионах, и даже не о 100 тысячах рублей, здесь речь шла о 3-5 тысячах рублей. И они настолько тогда позорились, когда стали просить эти деньги, да, хотя многие люди прекрасно понимали, что у них денюжки лежат. Ну, не захотели они их тратить. Копили на машинку, да. А хомяки спрашивают, а когда этого слышали, чтобы Ольга о чем-то просила, вы о чем вообще? Да мы, собственно, о вас, о тупоголовых, ведроголовых, да, о тех, а кто вечно в танке сидит, да, и вылезать оттуда не собирается. Далее, друзья мои, далее, очередные комментарии на канале Уралочки. Это, конечно, песня, просто песня. Оля, вы не только нанимайте на 2 месяца репетитора, а чтобы репетитор был в течение учебного года с уважением к вам из Рязани. Ну, что ж, друзья мои, из Рязани к ним с уважением, и из Пензы сегодня к ним с уважением, да. Что мне хочется сказать этим хомячкам? Вы, хомячки, особо-то, знаете, тут не расшаркивайтесь, нанимайте на весь год. Вот, вы знаете, Уралка выйдет вам завтра, спустя, да, так скажем, несколько дней, скажет так. Все, кто хочет, чтобы наш Абду, так скажем, да, все-таки грыз тот самый гранит науки, а ну-ка давайте-ка раскошеливайтесь. Репетитора нынче не дешевы, да и нам надо продолжать есть в три горла, а, соответственно, вот вам донат, как говорится, да, донат на репетитора. И будете вы потом, хомяки, еще и репетитора-амператору оплачивать. Вот это будет нечто. А потом будете думать, а кто же вас за язык тянул. Вот вам Галинка-малинка говорила, говорила, а вы, как всегда, ничего не слышите. Да, ничего не знаю, моя хата с краю. Далее. Далее пишут, вот тут же, под этим же комментарием, по поводу того, что репетитор нужен Абду круглогодично. Пишет, значит, адекватный человек. Оля сама говорит ужасно. Ага, общественный блогер, а речь ужасная. Ей тоже нужен репетитор по русскому языку. Я согласна. Причем не только ей, но еще и Сарафану, еще и Абду. Тогда, то есть, уже троица должна идти к репетитору. Представляете, хомяки-уралки, тогда ставки растут, да. То есть, тут уже троих придется везти и за троих придется сдавать. Ну и тут, как понеслось, друзья мои, говно по трубам. Это что-то с чем-то. Одна пишет. Ребят, только вслушайтесь. Вот я сейчас зачитаю, да, содержимое комментария. А вы слушайте. Я читаю, как написано. Все нормально. Она не обязывает. Не придумывает. Не обязывает. Уходите, если не нравится. Хватит травить людей. Будет ответка. Это бред сумасшедшего, который написал некто на канале Уралки в ответ на тот адекватный комментарий, что, собственно, и Уралка от Абду далеко не ушла, да. Ей тоже нужен репетитор. В общем, да. А кто-то пишет. Вы что-то не понимаете. А, это некое яблоко, про которое мне сегодня писали мои зрители. Кто-то из зрителей написал, что аккаунт яблока, да, значит, под этим ником сидел человек, который отвечал якобы от лица Уралки и Сарафана. Очень интересно. Так вот, я обратила внимание на то, что это яблоко сегодня написало огромное количество комментариев на канале Уралки и Сарафана. И, значит, вот пишет он. Он или она или оно. Я понятия не имею. Комментарий следующего содержания. Да. Кто там сидит за этой аватаркой, мы же не знаем. Вы что-то не понимаете в ее разговоре? Вы какой нации? Я все понимаю. Ну, понятное дело, если там сидит Сарафан или Уралка, да, или их какой-то там модератор непонятный, то, естественно, она понимает, что они там, как говорится, несут. И, собственно, должны говорить о том, что да-да, мы уличку понимаем. А я вот, знаете, честно сказала об этом несколько дней тому назад. Я говорю, я не собираюсь гадать на кофейной гуще, гадать на ромашках, что же там на своем тарабарском, говорит Сарафан. Больше я в жизни прокручивать по 10 раз, как я это до этого делала, каждое там слово Сарафана, даже не собираюсь. Либо пусть говорят на русском языке, на котором они, собственно, и вещают. Либо пусть вообще не говорят тогда. А если говорят через черти как, через пень колоду, да так, что их никто понять не может, да, то в таком случае я трактовать могу как угодно. С меня взятки гладки. Все, отныне говорю вот так относительно тарабарской речи Сарафана. Далее. Далее пишут уралочки. Дают ценные указания, друзья мои. ЗОЖ, практически ПП. Да, Оля, салат надо есть обязательно. Так он скоро перерастет и будет горчить. Берешь несколько листиков, заворачиваешь кусочек мяска и... Мммм, вкуснятина! Да что вы такое пишете, Оля? Ну вот как вам не стыдно? Вот она возьмет какой-нибудь толстенный мотнокаш. Да как завернет туда кг полтора мяса, а сверху польет майонезиком, да. А сверху еще приплюснет толстеньким мотнокашем. И как все это дело захрумкает, замыкает, забыкает. Вот вам, собственно, и ЗОЖ. А это вы листик салата. Она что, коза-дереза, чтобы вам листики салата трескать с кусочком мяса. Она же говорила, это вы там можете ничего не есть. А мы ели, едим и будем есть. Вот еще, друзья мои, очень хороший комментарий. Я, кстати, по поводу вот этой подруги, да, которая модераторша у Уралки. Я когда-то снимала ролик по этому поводу, когда в гости приехала вот эта неадекватная модераторша Уралки. И ни с того, ни с сего, ну, может быть, они уже заранее сговорились с Уралкой, так скажем, уже между собой там, значит, обсудили план действий, кого они будут обсирать. Конечно же, обсирали они, естественно, хейтеров. Так вот, вот эта вот, знаете, женщина, да, ну, если так ее можно назвать, вот эта модераторша Уралки, она начала всяко-разно оскорблять глистатыми, да, зрителей Уралки тех, кто, ну, стройные или худенькие, или тех, кто, наверное, стройнее Уралки, да. И вот прям оскорбляла таким образом, хотя вот, ну, я думаю, вы понимаете, о ком, собственно, идет речь, это, по-моему, Титаренко, модератор, да, по-моему, Титаренко ее фамилия, но там, знаете, без слез не взглянешь на эту женщину. Это, конечно, обнять и плакать, просто стоять, вот прям обнимать и прям конкретно плакать. И вот как она проходилась тогда, да, и Уралка ведь ее не одернула, друзья мои, хотя Уралка должна была понимать, был бы у нее мозг, было бы у нее серое вещество, да, вот эти серые клеточки, которые, как говорил Эркюль Пуаро, надо подпитывать непременно. Так вот, тогда бы Уралка сказала, и нет, дорогуша, я вот этот кусок с тобой вырежу, ты мне сейчас людей отвадишь, ведь и среди моих зрителей тоже есть там и худышки, и стройные, да, и всякие разные и так далее, что это, это не гоже так, да, тем более устанавливать свои правила на моем канале. Но нет, когда эта Титаренко кричала, глистатые, вы глистатые, вы нам завидуете, да, в этот момент Уралка стояла и, знаете, смеялась, веселилась, а Сарафан подтявкивал за кадром, да, 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 друзья мои, так вот, комментарии следующего содержания написали у Уралочки, она же сегодня там возмущалась, все мы разные, все мы разные, вот ей правильно и написали. Как-то ваша подруга худых обозвала глистатыми, и вы все хохотали от души, так оно и было, а теперь все разные, и не надо обзывать, да, действительно, я помню этот момент, как они были на дачке у Уралки, и там, значит, вот эта Титаренко, муженек ее, а сама Уралка и Сарафан. Гоготали, даже не думая, гоготала вот эта вот наша, да, не думая о том, что на ее канале, собственно, стройных и худых тоже предостаточно, предостаточно, да. Ну, вот кто-то написал, там такая подруга приснится лопатой, нет, машешься, я согласна, там, знаете, опять же, без слез не взглянешь. Ну, и тут же прибежала защитница, конечно же, Куралки, вот под эту ветку написала, как вы их оскорбляете всех хором, можно, а вас нельзя, и так далее. Так вот, начнем с того, что эту Титаренко никто вообще даже близко не оскорбляла, на сто лет была никому не нужна, пока она самостоятельно не вылезла в одном из дачных роликов Уралки, не начала там, как это, знаете, вот мне она напомнила какую-то бабу-ягу, да, я не знаю, ведьму, ей только не хватало ступы, друзья мои, и, собственно, все, образ был готов, да, ей можно смело было сниматься в фильмах ужаса без грима, это сто процентов. Так вот, и, ну, видимо, да, знаете, вот, видимо, у нее ненависть ко всем каким-то там девушкам, женщинам, которые маломальски выглядят все-таки посимпатичнее, нежели она. И вот она глистатый, такие, сякие, она весь ролик не могла успокоиться, даже уже, когда там все все забыли, уже вышли с этого домика, уже пошли там, сели шашлык или что-то они там готовили, не суть важно. То, что, вот я говорю, так она себя вела, это она первая начала оскорблять на минуточку, опять же, не от большого ума, да, на канале чужом, на канале Уралки, людей, которые не выглядят так, как она, да, и не выглядят так, как Уралка. Опять же, я так понимаю, это чисто женская бабская зависть, вот это действительно реальная зависть. Так что, друзья мои, да, кто-то пишет, не поймешь, воды горячей нет, ну, заберите Дуню, доживите на даче. Ну, что, друзья мои, это действительно, по идее, казалось бы, заберите, раз, как ты сказала, у вас нет, да, и не будет воды, а длительное время, значит, и живите на даче. Ну, я так понимаю, что Уралочка довольная и счастливая, можно будет теперь попариться в банке, да, с сарафаном, да, эх, теперь он от нее не отвяжется, теперь он не скажет, то я сплю, то я там не сплю, то еще что-то. В общем, Уралочка все-таки, знаете, друзья мои, получит то, что она заслужила, да, да. А что она просто так денежки прогуливала, а что она так просто так эти денежки тратила, на сарафана тратила, да, на, значит, его этого сыночка тратила, да, конечно. Надо, как говорится, еще и машинку новую покупила, да, и так далее. Кстати, комментарий тоже мне понравился. Вот все за Абдугани на Ольгу сваливают, но на минуточку, у него есть отец, родной, он за него несет больше ответственности, раз привез сюда. Я, кстати, согласна с этим комментатором на канале Уралки, я всегда говорила, что спрос только с сарафана. У Уралки этот пацан абсолютно никто. Спрос в данном случае с сарафана, да, в любом случае, потому что он его единственный здесь законный представитель. Поэтому действительно и спрашивать надо, конечно же, с него, потому что это как ни крути его сын. Друзья мои, вот такие у меня последние новости на сегодня, да. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ребят, всех целую и обнимаю. Всем, конечно же, пока-пока. До новых встреч. Желаю вам удачно провести выходные. Здоровья крепкого, долгих лет жизни, любви, всяческого благополучия. Пусть ваши самые сокровенные мечты всегда сбываются. Всего самого-самого наилучшего. Пусть настроение будет хорошим. Пусть новости будут только добрые. Мирное небо над головой. И всего самого-самого наилучшего. Ну и, конечно же, с уважением, ваша Галинка Малинка. Всех целую. Всем пока-пока. И, конечно же, мои хорошие, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok